До церемонии прощания Северодвинска с авианосцем Викрамадития осталось 11 дней. Из порта Севмаша корабль выйдет 16 ноября, а представители индийской группы наблюдения уже начали прощаться с городом и с теми, кто все это время помогал иностранным гостям работать и жить в непростых северных условиях. Накануне с руководством авианосца и группы наблюдения встретился мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Свой визит в городскую администрацию представители индийской стороны начали со слов благодарности лично главе Северодвинска Михаилу Гмырину. Иностранные гости жили в городе Корабелов долгое время и успели поучаствовать во многих мероприятиях. Больше всего им запомнился парад в честь Дня Победы. В свою очередь Михаил Гмырин сообщил, администрация старалась сделать все, чтобы индийские моряки и члены их семей влились в жизнь города. Надеюсь, что корабль, который войдет в порт Индии, он будет достойно защищать интересы государства, но и служить нашему общему делу, миру на земле. Это самое главное. Это замечательный проект, который является символом российско-индийской дружбы. Я думаю, что такой проект не возможно везде в мире. Я думаю, что нигде в мире не было бы возможно осуществить такой проект. Это, наверное, так на самом деле. И я думаю, что это красивое, маленькое город, но очень холодно и очень приятный. И этот город, я думаю, что он очень маленький, но очень дружелюбный и очень красивый. Командир Викромадити, господин Берри, рассказал, министр обороны республики и экипаж корабля планируют до своего отъезда возложить цветы к вечному огню. А 8 ноября в доме корабела состоится прощальный концерт. Впрочем, в Северодвинск гости еще планируют вернуться. В первую очередь, чтобы посмотреть, как выросли деревья, посаженные индийскими семьями осенью. Кстати, в день сдачи авианосца посетить корабль смогут ветераны флота, севмаша, а также ученики городских школ и воспитанники детского дома. С радостью на Викромадити примут и сотрудников администрации, отметили иностранные гости.